и снова здравствуйте всем привет и так давайте на кордон сделаем значит пушку и расчет пушечников да ну как-то оборону надо держать и где-то вдали их там возможно потом нужно будет поставить ну для дальнего плана хотя вода или для какой-то картинки заполненности так значит что есть боец это у него просто где-то вдали должен стоять там стоит видите пинает там какой-то камень там все нормально все зашибись короче так выбираем нашего вот этого персонажа заходим в пост мод удаляем все анимации значит дэвид м панель не тут скрин каский чтоб вы видели что я буду нажимать и теперь значит какая штука вот пушка есть будет немножко неудобства так выделяем английская а выделяем аль джи альтер так так не будем так делать значит что эта штука у меня отлетела так ну давайте выберу так значит сзади персонажа так вот так его наверно чтобы не зацепить значит лицевые мышцы не хочу ему значит глаза опять вставлять глаза все равно вылетели да ладно сделаем по-другому control z control z не надо было все их удалять а ну-ка нулевого кадра нет ну давайте на нулевом кадре сделаем вот таким вот образом выделим нашего персонажа немножко я сейчас помучаюсь вот отключу кое-какие кости чтобы потом не подставлять не хочу этим делом заниматься щелчок shift зажатый левая кнопка мыши на косточку нажимаете и все это дело значит отменяется да так выбираем кости руки так что еще нужно кость позвонка кость головы даем нажмем аль джи альтер все меч на месте прописка а и все это будет базовая теперь нужно сделать подготовку это значит вот этой штуки добавить косточку можно отдельную как в прошлый раз я показывал ну давайте выберем и добавим косточку а три года да потому что он будет держать и сразу привяжем значит какой-нибудь руке чтобы это все дело держалась зайдем выйдет мод тройка на нам паде и и вытягиваем косточку аль пи clear parent и значит джи подставим ее именно там где будут будет рука тут и то бишь подставим пока я не привязываю а сделаем вот таким образом обжиг нот выберем вот эту вот штукенцию выберем кость через shift зажатая левая кнопка мыши посмот и значит выберем только вот эту косточку сделаем control пи бомб так заходим теперь в обжиг нот и смотрим ставим сначала персонажа в позу а потом посмотрим где привязать как привязать эту косточку чтобы меньше делать и анимации значит так заходим посмот выбираем площадку семерка на нам паде делаем r делаем g вот в бок тройка на нам паде так у здесь будет теперь немножко неудобно так а ну-ка где у нас ствол давайте тазовую кость немножко подсадим одну ногу отведем чуть чуть подальше как тазовую кость еще значит немножко подсадим чтобы ноги были полусогнуты расслаблены в таком духе так теперь нагнем персонажа сделаем r так теперь чуть-чуть его перекрутим так еще нажмем r и побольше значит согнем тазовую кость чуть-чуть отведем в бок так голова в принципе чё ну голова смотрит правильно ствол дам вот так вот так теперь нам нужно g так что у нас тут с пальцами вот опять же мне эти пальцы как я их не люблю делать так а и прописка и сразу давайте согнем пальцы вот как их можно гнуть что угодно только как код начинаешь гнуть пальцы начинается долгая песня от этих вот вот здесь бы конечно библиотека пригодилась но опять же как она будет работать если допустим ну как пальцы у всех персонажей разные руки у одного больше 1 меньше тоже идет разница значит в этой штуке и как это все дело будет применяться так теперь у нас получается все вот эти фаланги косточки короче вот этой кисти да мы загибаем ну и немножко на надо вот этот палец чуть-чуть пацаны чуть-чуть его сюда принципе чё нормально так прописываем а и так и теперь тоже самое повторяем здесь чтобы потом уже работать желательно когда вы будете если что-то делать на сразу пока он в позе стоит в т позе в а позе вот именно с распростертыми руками да нужно сразу их подгибать почему потому что вот бывает видите сейчас вот я подгибаю и в принципе бывает такая штука что они подгибаются 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 не очень корректно потому что они стоят уже под углом так вот теперь вот эти главное не обшибиться вот эти вот фаланги так р тоже подгибаем смотрим видите что они перекрутились можно довести к этой руке так и теперь вид снизу так а где они теперь раз два три раз два три r r не те кости выбрал ctrl z ctrl z так вот эти точно две а ну-ка раз так и вот тут эти вот мизинцы самый такой вот ответственный момент это мизинец и значит вот эта косточка r r перекрутку даем косточки большого пальца смотрим через боку делаем r нагинаем его вниз и доводим его на прижим я думаю нормально а и так все это дело заготовлено так как бы все это дело теперь нормально обыграть так значит что нам понадобится вот эта штука ее английская left r так и сделаем вот такой вот вариант сначала я засуну ее в пушку семерка на нампаде подведу значит ствол вот ага так и получается а и прописка ну тут еще вот в чем вопрос далековато он наверное стоит да может быть его еще чуть 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 значит вот так вот подтянуть тогда он уже в принципе вот эту вот штуку чуть сюда и тогда он может ее уже взять в руки джи но что происходит вы видите что он близко стоит к пушке у него нет значит амплитуды давайте я его так как его еще больше отведу пропишу а и выберу опять же эти руки кисти рук делаю джи так отключу видимость костей перекруточка до вводочка на край во вроде бы взял он да и теперь значит у тента рука должна быть как бы тоже тут r перекруточка до вводочка так и видим что до доводки нам не хватает амплитуды так и рука вот это она должна быть перекручена и держать держак снизу так есть такое дело а и прописка чтоб все не сбилось все видите я делаю на нулевом кадре пока так теперь значит это все дело подведем поближе не вопрос даже будет лучше и перекрутим еще позвоночную кость побольше и наклоним тазовую так теперь у нас голова r перекручивается чуть-чуть приподнимается и значит наверное еще шейный отдел r надо довести так мы видим что нога натянута джи мы это дело уводим назад вот в такое положение так теперь рука рука должна взяться за низ древко вот этого да давайте посмотрим чтобы это все дело точно попало r докручиваем джи далеко не надо можно ее поставить как бы поближе да вот так вот вот таким вот макаром где-то r докрутим так видно что вроде бы держать вроде бы нормально вроде бы пока не так все страшно так теперь значит у нас персонаж должен джи держаться за древку за край тоже все вроде бы нормально да и так здесь локоть 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 нужно поправлять локти так этот локоть джи уводится в бок а этот локоть уводится сюда так здесь вот значит r еще мало доводки да вот раз вот она вот это уже доводка так в принципе нормально а и прописка смотрим внешний вид сдалека так ну как бы меня не устраивает да почему потому что у него здесь должно плечо быть чуть приподнято а это плечо чуть опущено и вот этот значит кисть руки вот эта опущена джи пониже и r больше перекручена так смотрим а ну-ка раз так r еще больше ее перекручиваем руку нижнюю так и доводим ее в эту сторону и теперь клавиша джи фиксируем на каком-нибудь месте так так раз тогда обшивка у меня вышла вот эта ключица должна быть вниз на расслабухе а и все прописка так когда он толкает туда значит в ствол вот эту вот штуку это должно произойти и раз секунда допустим но это если быстро так если человек чистит но я думаю он не спеша будет чистить да тогда давайте сорок кадров возьмем и выберем значит руки выберем значит наш штатив вот этот ну держак и тазовую кость и значит мы ее туда посылаем и джи как бы еще больше приседаем да так тогда выбираем только руки и штатив вот этот и значит джи выравниваем так и уводим это дело еще сильнее раз с доводкой вот этой значит позвоночной мышцы опа а и прописка так тогда на двадцатом кадре так на двадцатом кадре что делаем выпрямляем его чуть-чуть а ну-ка в принципе зачем ему туда уже смотреть да а и смотрим что у нас получилось ну все правильно он значит растолкает и опять значит как бы уплотняется да как бы вытягивается или возможно еще на сороком кадре чуть-чуть его поменьше не он должен за руками следить так и тогда ключица вот это еще джи как бы вытягивается а это как бы а ну-ка приподнимается да а и а ну-ка смотрим что получилось так что мне не нравится а не нравится мне то что он тазом значит все это дело как бы чистит да в принципе тоже пойдет но это не есть гуд тогда получается на сороковом оттягиваем персонажа назад и тогда делаем эр доводку так вот оп и тогда только руками а ну-ка только руками все это дело доводим и тогда уже перекручиваем тело ну вот в чем фишка что придется полюбасу таз чуть-чуть вперед подтягивать просто руки натянуты да и значит тогда вот это вот G побольше значит отводка ну в принципе да и здесь вот еще а ну-ка а ну-ка чуть-чуть возможно больше это дело и а ну-ка понравится ли сейчас мне эта штука или нет а ну-ка раз так а не нравится мне опять же что то что у него таз то что у него вот эта вот нога а ну-ка попробую еще больше значит вот это все делаем запихнуть в пушку а ну-ка ctrl z убираем тазовую кость убираем руки убираем штатив этот держак ну-ка попробуем раз таки опа это садим его пониже а руки тогда со штативом пробую выше поднять а и а ну-ка о ну уже амплитуда у него конечно поболя будет если сдалека смотрите ну-ка что так это будет первый кадр да и получается что тогда здесь у него значит вот нех как нехорошо наверно что у него вот эта голова сначала смоет ну в принципе правильно вот он смоет 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 попал все туда хоп протолкнул теперь отзеркалить нужно все это дело так английская а копируем вот эти вот два кадра копии и ctrl v вставляем или включаем паст c ctrl v копирование так и получается что здесь он толкает здесь он вытвалкивает и подпер подпер бобер да а вот это будет задержка его и это задержка будет шеев д на шестидесятом так да и значит здесь он выталкивает и вот эти кадры теперь можно шеев д копировать это тогда получается восьмидесятый сотый тогда сто шестидесятый g сто семидесятый или сто восьмидесятый давайте поставим и что получается и что получается так и что мне еще тут не нравится мне не нравится изгиб вот этой руки по идее по идее ну как пальцы то гнутся да но рука должна держать ее вот так вот если по правильному да нижние это понятно а вот это должна быть ровная и получается вот эти пальцы вон теньки пальцы они должны быть больше подсогнуты но это я потом подшлифую так тройка на нампаде ее лифт четверка на четверка и получается значит а и так а ну-ка тогда вот эту руку выбираем и удаляем полностью руку дэлит так ладно control z control z так здесь она держится 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 да 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 в принципе да давайте без выядрёжи пойдет пока так он ее пыхает и тут давайте сделаем ему комплимент да 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 получается получается р град起來 выравнивается так 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 а эту штуку значит мы вытащим побольше и И перевернем его вот эти, а ну-ка, кости, да? Alt-G, Alt-R. Так. Так, чтобы натяжки сильной не было. И перекрутим немножко, да? Так, и чуть-чуть таз подставим сюда. Так, башка выравнивается. Так, и что он должен сделать? Делаем ему R, I, A, I. Кописка. Далить D. Так, теперь 150-й закрываем ему R, I, A, I. И потом мы ему R, I, A, I опять открываем, I, I, A, I. И когда он, значит, здесь вот, а, 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 что-то говорит. Давайте ему вот эту руку G освободим, перекрутим G, ключицу приподнимем R, голову тоже приподнимем и значит когда он это все дело делает так R тело тоже передвинем и руку на вытяжку A и так значит эту оставляем выбираем вот эту штуку так хочу тут можно удалить тогда так получается вот здесь нестыковка вот эти а ну-ка через shift выбираем серединку вот эту и удаляем вот эти вот кадры так здесь у него выходит на подъем руки раз так это раз-два где-то почти две секунды но я думаю нормально да и здесь получается на 270 G рука у него опускается и он в одной руке держит значит этот ствол и как бы ближе к нему приближается значит значит G так это много ну как бы выравнивается чуть-чуть да и когда вот этот штукенция ну-ка G чуть-чуть как бы ну к верху приподнимает да так тут что у нас включится вниз рука G локко G применяется а вот это G приподнимается уходит в бок а и тогда вот 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 видите здесь он слишком долго это дело все поднимает здесь многовато вот этого пространства давайте английская а выберем и вот эти все g перетащим ну вот на 205 ну-ка насколько это будет медленно так здесь значит он руку должен не прямо ввести а значит сначала увести в бок чуть-чуть и загнуться локоть g увести прописка а потом значит умер так руку он держит сначала потом он ее убирает принципе чем принципе ничего так как фильмах а-ля 90-х в игровых вот этих так ну вот этот кадр g давайте на 240 поближе когда у него мало болтовни да а ну-ка так давайте еще болтологии немножко добавим так где ты наша болтология так r и так это значит потом можно подкорректируй там g а и теперь что у нас получается просто делаем r ну-ка g ну это наверно лишнее да так через shift убираем вратовые кости так шиви в дэм шиви в дэм так ну и глаза глаза так так семерка нам поди р где-то побольше и тут вытянуть чуть-чуть и перегнуть ключицу чуть и опустить ну и добавить покачивание ну не может он просто так стоять да там где-то а и на это тазовая значит так так да так так Здесь вот рука, вроде плечо нормально. Можно ещё даже больше его довести. Так, а ну поделит. Так, вот здесь вот раз, видите, вот, вот эта часть, где дёрганье. А ну-ка, что это за фигня? Так, а ну-ка, длит. Ага, тогда здесь джи, рука опускается. Так, и ключица, тогда должна джи быть поближе. Так, а это тогда джи пониже. Поближе к ключице, чтобы растянутой не было. Так, и здесь, значит, чуть-чуть припуск. Так, и здесь, значит, чуть-чуть припуск. Вот, поймал я этот кадр. Кадр напряжения, да? А ну-ка. Вот. Так, ну давайте теперь просмоем. И у меня заканчивается зарядка. Свет у нас выключили. Вот на последней зарядке, значит, всё это дело делаем. Так. Так, и раз он так стоит, давайте сохраню вот это всё дело. Файл сейф. Так, у меня осталось 17 минут до отключения. Выберем все косточки А. Выбираем все кости. Ставим на первый кадр. И давайте С английское чуть-чуть уменьшим на 250 кадров. Ну вот уже получше. Тут он разговаривает с кем-то там, да? И можно это дело всё опять же выделить, отзеркалить и по новому кругу пустить. И будет прикольно. Так, ну вот такой результат, да? Ну, в принципе, чё, выглядит он нормально. Возможно, его ускорить можно ещё будет. Ну, в принципе, по времени это не так много, да? Получается 250 кадров. Это делим 100 кадров, 5, и 5, 10, и тут 5, 15, 15 секунд. Тогда многовато, да? Для чистки это многовато. Давайте сделаем S. Давайте 180. Вот так где-то. Во, уже он порезче стал. Всё нормально. Так, вот здесь что у нас? Ну, вот здесь вот делаем... О! Вот на этом кадре можно даже где-то что-то изменить. Руку там, допустим, ещё где-то сюда положить. Ну, в принципе, можно здесь анимацию ещё, значит, зеркалить, перемешивать, и получатся ещё разные варианты. Так, на этом всё. Всем пока, до свидания. Ах, хотя нет, у меня не отдали свет. Всё, тогда продолжаем. Смотрим, что получается. Если мы вот эти кадры... А ну-ка, у нас вещь выбранная, да? Кадры вот эти, delete. И, значит, вот эти все выберем. И сделаем... Save D. Отведём сюда. Сделаем... Мира... By Time Overcourt... По-английски... Небельмеса. И вот так поближе поставить, и посмотрите. Оп. Опять он берёт. Допустим. Смотрим, что получилось. Давай, мол, давай. Вот эта лучше, наверное, будет анимация. Она зациклена, чем с той остановкой, да? Я, наверное, вот эту оставлю. Ну, вот так, да? Сохраняем файл. Save. Конфедерат чистит пушку. Значит так. А сюда мы закинем... Вот что сделаем. Link. И, допустим, вот этого гражданина Так, у меня всё и осталось отзеркаленное. Опять же, не пойму почему. Ну, не суть вопроса, да? Так, раз. Где этот? А ну, там же. Так, не понял. А чё это? А где вот этот? А, вот он. Так, да? И, допустим, этот гражданин должен будет быть где-то он тут. Так, семёрка на нампаде. Так, или вот здесь у колёс, наверное. А ну-ка. Подходит он к колёсам. А ну-ка. И тогда попробуем доворот сделать. Раз. И чтобы на колесе и на этой штуке лежало. А ну-ка, локоть, да? Так, вот эту на железку потом прибрать и закрыть ему глаза. Так, ну, как бы так вот, да? Так, здесь лучше, наверное, его чуть-чуть... Наверное, лучше его сюда чуть-чуть поближе. Или, допустим, какой вариант? вот сюда его там подсадить. Вот так вот. и получится этот молву... Ну, глаза ему только закрыт, как будто спит. Вот, а пушка он облокотился, на пушке сидит. В принципе, чём? Нормально сидит. Даже можно его ещё чуть-чуть довернуть. Потому что у него есть ещё, как бы, запас. Вот так аж запас у него есть по ноге, если смотреть. Ну, чтоб, опять же, нога у него не цеплялась за штатив вот этот. За шток. Ну, так как-то. Если сделаем так, ещё S можно сделать, что-то он большоватый какой-то. Как раз, если он встанет, то они будут, в принципе, наравне, да? Так, вот так ещё чуть-чуть его поменьше. Так, вот этого можно выбрать. Посмотреть N-панель WITEM, да? WITEM 205. Вот этот гражданин 205 метра. Значит, этот гражданин почему-то 0889. Ну, в принципе... А, это вот тут по высоте, но он тоже будет где-то 2 метра. 205, 214, 295 по Z. Я не знаю, что это он считает. А, вот этот... Угол, что ли? Так, оно... Это риг, да? А если персонаж... 2 метра 25, по Y 3 метра, ну, в принципе, тут без разницы, значит... По X метр 25. Ну, нормально. Так он где-то метр 70 и будет, когда выпрямится, да? Ну, а этого персонажа так уже и не поглядеть. Потому что он линкованный. Ну, в принципе, плюс-минус, они, граждане, одинаковые, да? А ну-ка. Этот, если расправить туда угол ног, то, в принципе, да. и вот вырисовывается другая картина маслом, да? Уже на дальнем фоне будет, гляньте, ну, симпатюшно, да? Что там говорить? Этот сачкует, этот, как обычно, там херачит, там то сюда, ему что-то кричит, эй, балбеса, ну, мол, давай тоже. Ну, такая штука. Так. Ну, вот, как бы, так бы, да? Так, вот такая, словом, информация еще. Есть еще вот эта заготовка. И, значит, это, значит, эти стоят тут, мимо них проходит взвод. Тот вдаль лошадей повел. Там на дальнем плане тоже где-то кто-то что-то делает. Может быть, коня объезжает. Я потом еще сделаю наездника одного, ну, вот этого солдафона, да? Надо пару солдафонов сделать без кителя. Или в рубашках, или голову торсом, да? Ну, подумаю, потом посмотрю. Ну, короче, вот такая вот еще информация, вот такая заготовка для кордона. И в кордоне должно быть еще часового, вот, сделаю, и будет, в принципе, комплект. Все, всем пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok